Ведь когда я говорю, что Украине удается уничтожать российский Черноморский флот, появляется вопрос, а зачем? Ну, то есть, зачем это делать? В чем большая картина? Это просто история, что уничтожаем, потому что можем, или за этим есть какой-то план? Очень хороший вопрос, на него есть довольно простой ответ. Во-первых, ну, изначально Россия планировала делать десантные операции, например, в Одессе. От этой идеи быстро отказались, но дальше различные корабли помогали, в том числе при штурме Мариуполя и, более того, с кораблей, ракетонесущих кораблей, с подводных лодок запускаются ракеты по территории Украины. Мы же с вами обсудили в этом видео комбинированные атаки. Комбинированные атаки, естественно, применяет и Россия. Потому что Украина сейчас одной из самых мощнейших, самых современных ПВО в мире. Потому что там находятся передовые образцы западных стран и в большом количестве. Поэтому для преодоления этого ПВО Россия также использует комбинированные атаки. И чем больше ракет выпущено за раз, тем больше вероятность пробить это самое ПВО. То есть перегрузить его настолько, чтобы оно не смогло отбить все летящие ракеты. Для этого в том числе используется и Черноморский флот. Ну, в основном для этого используется в последнее время. Второе, это, конечно, возможность контроля за Черным морем и за зерном. Которое экспортируют из Украины не только за зерном. Вот, значит, там и РУ до экспортируют и прочее. Россия хочет контролировать торговые маршруты Украины для того, чтобы перерезать денежные потоки. Вот две основных вещи, которые влияют на войну в Украине со стороны Черноморского флота. Нанося удары по Черноморскому флоту, успешные удары, Украине удается перерезать обе этих цели. С точки зрения запуска ракет, Украине удается, во-первых, выводить из строя буквально то, что запускает ракеты. Как подводную лодку Ростов-на-Дону или недавно уничтоженный ракетонесущий корабль Аскольд. Или же делать так, чтобы Россия убирала свой флот подальше. И таким образом время, которое будет лететь, например, ракета, или возможность запуска тех или иных вооружений, или точность тех или иных вооружений, оно снижается. Все это снижается. Поэтому с точки зрения нанесения ударов России по территории Украины, атаки на Черноморский флот имеют не просто смысл, а жизненно необходимое значение. Ну и второе, это торговые пути. Собственно, зерновая сделка больше Украине не нужна. И не нужно договариваться с Россией для того, чтобы там что-то ввозить или вывозить. Потому что теперь у России нет доминации на Черном море. Опять же, не должно сложиться неверное впечатление. Конечно, у Черноморского флота еще остаются корабли. Безусловно. Более того, у России есть ракеты, которые они запускают. Недавно, например, Россия, собственно, выстрелила ракетой, по-моему, Х-31, противорадиолокационной ракетой, как раз по порту, когда там стоял корабль, который должен был отвозить руду в Китай. Но это не имеет довольно частотного характера, потому что задача России была бы не уничтожать эти корабли, а блокировать их возможности, как Россия пыталась, когда только вышла из зерновой сделки. Ну то есть высаживать туда, например, экипаж кораблей, проводить досмотр судна и прочее. То есть всячески препятствовать эффективному перевозу грузов. Почему Россия не может просто уничтожить эти корабли? Потому что это не украинские корабли. Это корабли совершенно других стран, которые вводят грузы в совершенно другие страны. Ну, например, тот, по которому был недавно нанесен удар, это корабль, который должен был перевозить руду в Китай. Как вы понимаете, Китай не в восторге от того, что Россия попала по этому кораблю, и тем самым эту поставку сильно, как минимум, задержала. Более того, британское, например, Министерство обороны говорит, что, скорее всего, эта атака российская была сделана по ошибке. Ну, мы с вами не очень, конечно, в словосочетании сделано по ошибке в отношении России верим, но вполне возможно. Потому что, возможно, они решили, что... Ну, то есть противорадиолокационная ракета решили, что там, где где-то есть военное оборудование, запустили ее, и не поняли, что это просто на самом деле было у корабля, вот эта точка, к которой ракета притягивается. Опять же, я говорю максимально простыми, упрощенными словами, поэтому не бейте меня ногами, пожалуйста, сильно, те, кто действительно разбираются в военной технике и работе всевозможного вооружения. В любом случае, вот этой возможностью у России, то есть своими кораблями останавливать, значит, корабли, которые идут в украинские борты, ну, не то чтобы нет, она очень рискованна. Потому что Украина довольно эффективно показала себя с точки зрения запуска безэкипажных дронов и запуска ракет. Поэтому обе этих цели Украина потихоньку достигает. И достигает все лучше и лучше. Все это благодаря той самой революции, которую сделали два наших с вами друга. Сибэйби и Скальп. Ну, точнее, Скальп и Штормшедо, и Сибэйби, и другие безэкипажные катера. Ну, давайте упростим. Для того, и так понятно, мы же это уже с вами проговорили. Что касается отвода российских кораблей. Одной из целей, которую я вам объяснял. Российские провоенные каналы опубликовали спутниковые снимки, подтверждающие релокацию. Мне нравится, что слово релокация здесь используется в контексте российских кораблей. Наверное, релокировались в Армению. Нет, не в Армению. Они релокировались, значит, из Севастополя в Феодосии и Новороссийской. Российские корабли из состава Черноморского флота. Судя по фото от начала октября, в Новороссийской ошвартованы два самых новых и крупных корабля флота. Фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров. Три дизельных подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей. Один БДК, тральщик и малые корабли находятся в Феодосии. О том, что Черноморский флот смещает активность Новороссийской за угрозу Севастополю, в понедельник, в октябре, сообщала Минобороны Великобритании. По его данным, задача борьбы с морскими беспилотниками ВСУ теперь возложена на морскую авиацию. Опять же, успехом она не завершилась. Но также и многие другие громкие истории были. Но на самом деле история же не только про флот. На самом деле история, в принципе, по поводу возможности использования Крыма России как важного логистического центра. Вообще, Крымский полуостров используется россиянами для переправки вооружений, солдат и техники. Там размещено большое количество складов и штабов. И, собственно, чем больше Украина может наносить туда ударов, чем больше у Украины возможности перерезания поставок России на оккупированные территории, где продолжаются активные боевые действия. То есть, главная, ну такая общая задача, да, я описал вам две мелких, но общая задача это снизить возможности России в Крыму. И с этой задачей Украина тоже постепенно справляется, потому что удары наносятся не только по кораблям, но и, например, по системам ПВО. Довольно активно за прошедшие месяца полтора было уничтожено сразу несколько российских самых современных систем ПВО, С-300 и С-400, по штабу Черноморского флота. Собственно, попадание, которое было видно отовсюду. Конечно, Россия сказала, что там никого, кроме одного уборщика, не было, но мы в такие байки не верим. Правда, не верим мы, что и был уничтожен глава Черноморского флота России, потому что он потом появился и вроде живой. Поэтому сойдемся на том, что, ну, кто-то там был уничтожен, да. Но я бы и не хотел, чтобы был уничтожен глава Черноморского флота России, потому что он довольно успешно себя показывает. В том смысле, что Черноморский флот России в войне против Украины превратился в посмешище, в флот, который ничего не может, в флот, который уничтожают без флота. И это, конечно, пусть такой руководитель остается, можно его даже наградить как-нибудь, потому что его деятельность меня, например, целиком устраивает. Продолжение следует...